Еще один питатель степи — это суслики. Вот это красочный мелкий суслик, прямо от домика. Вот помните, я вам показывал своему приношению в Кельтинском токальнике? Так вот, этот домик посреди того у него суслика. Ты выходишь на крыльцо, а тебя суслик, по странным сторонам. При этом суслики, они... ...как-то так все было получалось, что он все время смотрел, что должен быть обувим, была Кельтинка. Так что это мало как получалось. Обычно он не какое-то препятствие между собой и собой оставляет. Их там билткое множество. Выходишь на привлечек, а он прямо перебегает дорогу. Ну вот один раз уже попалил, так что не скрыть дорогой. А это я уж пошел на хитрость. Поставил фотоаппарат на тревогу, на низкую такую, чем-то прикрыл. И дистанционно щелкнул. Когда он суслик пошел там опять разбираться, что это стоит перед входом нам. Не мешает ему пройти. Вот я его щелкнул вот так. Но они, в общем-то, не особо пупливы. Буквально в одном моменте, когда там какой-то строительный мусор, какой-то рубероид. Я прохожу, и сзади слышу пробки, и оборачиваюсь, а мокрое, что у меня есть под этой волной, вроде как-то, ищи. Ну и в Калмыкии есть еще вот такие песчаные участки. Где же будут замечательные ящерицы, как благоловка. Вот это будет благоловка, где хвост там. Там же еще будут ушатые, как благоловки. Тем покрупнее. И с помощью хвоста они общаются между собой. То есть, когда она сидит вот этот хвостик, там, туда-сюда. У вас еще это хвостик чёрный. Закончили, да? А сама-то она тоже не хвостик чёрный. Хвостик чёрный. И я здесь, это моя хвостик. Вот так это примерно. Ну и они еще макросски закапываются в песок. То есть, буквально, она бежала-бежала. Остановилась, задрожала и просто ушла в песок. Не только следом. След такой остался, что вот цветы. Когда она бежала, она опять закапывалась. Ещё один очень интересный регион, который у меня, Владимир Владимирович Васильевич, это Дагестан. Вот после плоской Калмыкии Дагестан вообще воспринимается как машинная шкафа. Потому что здесь, на очень относительно небольшом клочке, слушай, да, тут есть и степь, и пустыни, и горы, и тропические леса. То есть, какое-то негативное впечатление получается. Ну и вот, как раз, особо охраняемые природные территории Дагестана. Там есть и Кизлярский участок, и участок Сыркунский Бархан, и заказники Адраханский, и Самурский лес, и Даратинская гора. Самурский – это Далькаритский Самур, там самые настоящие тропические леса. Длиана – это леса. Представляете себе дерево, а дерево не видишь, потому что он все ухватил Диану. И ты делаешь шаг с тропинкой, тут чувствуешь, что Диана за плечо ухватила Диана. То есть, она вся покрыта шипами, и она не так вцепляется в рубашку, что если ты лучше подорваться, она тебя возденет, потому что ты стоишь и путаешь ее от себя очень аккуратно, потому что там так все в один колючках, что остаться в другом теле, наверное, как-то не может. И одна из жемчуги Ленинстана – это Самурский бархан. Вот это самое парадоксальное пустынное наследие. С одной стороны – стель, с другой стороны – горы. Внизу протекает река. С вершины бархана – это Каспийское море. Песок. Песчаный набегатель. Те же самые вещи, как круглая головка, жужжили цискариты, ужасные южики могут попасться, змеи. Это смещение горы, а вот там, видно, беленькие домики стоят. Рядом за барханом, да? То есть, представляете себе масштабы. Это песочница высотой, если бы не соврать, 30-40 метров. Причем, Михаил Юрьевич Дермандов, он здесь служил неподалеку, и он, именно это барханом, на следующий день проезжал свою часть. Вот он, стихотворение «Сон», оно написано под впечатлением от этого бархана. Я говорил, что вокруг бархана, с одной стороны его утекает река, шура и зель. Ну, а вершина бархана – прям такая барханная бархана, имеет этот жёлтый песок, который ещё от метра, шлейф образуется от вершины, который сидел. Ну, сейчас на бархан проложена, как называемая, эко-кропа, и вот выходной день, а это праздник, потому что мы исключаем и подобные в вершине бархана. Обычно, когда там людей нет, на вершине бархана можно увидеть крупных хищных птиц, чёрных грифов, сипов, да, потому что от нём очень удобно взлетать с этого бархана, когда он нагревается, восходящие потоки, и у нас на территории очень легко взлетать, практически, крылья раскрыл, и пошёл, да, а вот, когда мы ходим, ну, там, какие-то фактические птицы видны, да, и туристы, фотографирующиеся. Ну, тут тоже видим масштаб бархана, вдоль уксы, разрушенная станция, железнодорожная, там ещё и железная дорога проходит, проходит. Почему она разрушена? Разрушила землетрясение, в 70 каком-то году. Но, КЖД посчитало, что ему интересен, и он останавливает высадь. И еще один объект, очень интересный, причем он даже не входит в пластер заповедника, да, он находится очень недалеко от бархана, но, так мне сказать, со другом, мужчина Марка. И там, на скалах можно найти петровлифы. То есть, прям горные там, такие бараны, суды по всему, где-то там есть фигурка человека с луком, волк изображён. И прямо под этой скалы с петровлифами я нашёл маконьку, средизерноводскую черепашку. Обычно, когда видишь, эти черепаха, это такой москатон, очень муклюжий, какой-то там, очень же своим панцирем, земной дверь, да, а это вот крошечка. И она еще, ну, панцирь такой, еще не затёркнет, она вся плести в календарской игрушке. Вот мы её несколько минут поснимали, она нам попозировала, и спокойно уходилась рядом с растущей кустью. Еще одно потрясение было, когда мы нашли, обнаружили маковое поле. Вот такое вот, да? Такое ощущение, что до самой поры земля заедет округа. Причем, ну, буквально один раз, вот мы на этом месте, на следующий год, мы, смотрите, куда приехали, сейчас мы это снимаем маки. Ничего подобного. Ничего там больше не было. Мы потом нашли маки, где-то километров, наверное, на... 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 200 клюб. Но там уже не такое было красивое место. Это было какое-то такое обжарное поле с повышением. И уже таких вот штатиков там уже не получилось. И, когда мы к этому полю подъехали, и занялись с ленкой, там еще, ну, конечно, такой объект, мы далеко, уже, да, от города Мадачкала. Мы, естественно, приехали свадьбы, дали там фотографироваться. Вот какие-то там ребята еще и с такими инструментами смотрелись очень колоритно. Река Сулак, которая прорезала себе путь вот в таких вот горах. И когда ты стоишь на этой смотровой площадке смотришь вниз, там, видите, вон, поселочек стоит, да. Это высота порядка, ну, я знаю, что в самом глубоком месте глубина каньона превышает 1 км. Это все-таки поменьше, метров и 700. И ты стоишь и смотришь вот там на эту речь, причем, это естественный цвет воды такой. Это не искажение, цвет воды именно такой. По краю обрывок тянется дорога, и по ней проехали один раз ну, там кто еще идет с одной стороны скаларка, с другой стороны на навстречу месяца как-то разбитая это самое жигуленок с местными джигидерами. И это вот для головы сей очень странно прислевать его сверху вниз. Обычно это что-то такое на фоне неба, оттуда он пролетает буквально оттуда стартует подхватывает новый поток и начинает постепенно подниматься подниматься в какой-то момент и пробегает поднимать тоже своеобразная местечка и полнообразные скалы относительно недалеко от Вархана куда на машине можно проехать. своеобразные места. Ну, во-первых, вот эти скалы, которые рядом живут, да? Там даже и в одном месте есть пещера древнего человека с рисунками. И тут же живут вот эти ящерицы гарны в великом множестве. Скажите от таких нежных объятий что такое дополнение гарны. Причем самец явно вам показывал, что они плавные вообще с ящерицом обычно бывает так. Ты приходишь и они тебя сначала пугают. Потом через некоторое время они понимают, что ты за ним не охутишься. Раз вы сделаны названия это в общем это ворона. Многие ребята говорят это основная ворона. вы подскажете название ворона. 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 Ну и вот это самая опасная змея в нашей стране бюрза и она обитает только там. Только в Дагестане. когда был Советский Союз и бюрзы встречались еще в Средней Алии. После того, как это все отсоединилось, у нас только остался Дагестан где бюрза. крупная довольно опасная змея тем менее она когда мы ее снимали не сделала ни одного выпада. При том, что она очень очень опасная. Да, мы держали разумную дистанцию. А другой участник съемок к сожалению я не добавил его фотографию большеглазый голос он не опасен но он перекрыт всю группу. Вот еще очень красивые кашки. Это зеленая щука. Она же в полете. Все заворовки. Правую ее подсветило солнце заходящее что цвета несколько непривычны. обычная свежеворонка она такая беретовая а там какая-то игра света на берег что она стала зеленой. и розовые скворцы когда местным жителям показывают фотографии они разлетели с садов потому что такая стая премь премь премьер на пункт лишнего идея очень быстро расправляются но смотрится при этом очень красиво ну и еще еще регион который мы опробовали весной это Астрахан Астраханская область вот она вся собственно здесь есть внизу это пластеры астраханского заповедника там уже третий волк располагается наверху вот там виден такой скобочкой это заповедник Богдина Баскунчак где стоит гора и вся эта скобка она расположена вокруг озера Баскунчак и еще вот там чуть пониже такая мелкая это заказник пески Берлин вот мы первые куда поехали в пески Берлин это мы поехали весной на юг чтобы немножко от зимы погреться были такие ветра что мы не могли вывести стеклый уток но пески они свое название правда самые настоящие пески вот эта геометрия песка вот эти волны которые там строятся да совершенно какое-то особое впечатление растительница вот такая астрогал все такое плоское размазанное по поверхности чтобы ветра не дувало хотя в отдельных местах попадаются высокие растения но и не астрогал а там уже такой вид растения наоборот высокие я так понял уже такой досок так и знаете налогами количества песок можно снимать бесконечно такие узоры иногда выстраиваются верно причем мы идем оставляем естественно на песке следы буквально через пару минут я возвращаюсь до последователь уже забыл и местные питатель даже ящерица узла головка вертиквостка она мелкая там порядка 5-7 сантиметров быстро очень быстро передвигают опять тот же эффект сначала за нехожие они от тебя бегают потом в какой-то момент они понимают что ты к тебе ходишь и не нападаешь и они как спокойно начинают на тебя реагировать иногда можно даже лечить снимать ее с нескольких сантиметров так еще очень быстро и щука там живет это уже знакомый вам стеклое жарное джурбай у додов великое множество практически у каждой кошары как правило есть гнездо вот такой красавец нам позировал принес гнездо 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 он нас заметил и и и и только потом когда мы ушли мы пошли в комиссию церковь церковь